МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это говорит о том, что у театра есть свои традиции, и эти традиции нужно поддерживать и питать, и питает их молодая труппа. И, конечно, мы в этом сезоне постарались выполнить многие намеченные планы, и за этот сезон состоялось три важнейших для нас премьеры. Ну вот три премьеры – это опера Евгения Онегин, оперета «Летучая мышь», и завершаем театральный сезон. Мы большой балетной премьерой, балетом «Корсар». Балет «Корсар» – это балет очень яркий, восточный, пышный, в классических традициях. Поставлен он нашим художественным руководителем Кириллом Симоновым. И мы надеемся, что это будет спектакль, который полюбит наш зритель. Мы надеемся, что его ждет такая же долгая и счастливая творческая судьба, как и балет «Щелкунчик». Ну вот я знаю, что оперета «Летучая мышь» – это вот такой был первый опыт в вашем театре, такой большой опереты. В общем, да. Мы с особым волнением тоже приступали к этой работе, но то зрительское внимание, тот интерес, который этот спектакль, тот успех, который этот спектакль имеет у зрителей, он подтверждает, что, в общем-то, опыт нам удался. Какие отзывы у зрителей были? Мы постарались сохранить традиционную версию «Летучей мыши», и, наверное, это было правильно, потому что спектакль получился очень праздничным, очень пышным. Спектакль получился по-оперетошному красивым, в хорошем смысле по-оперетошному красивым. И, конечно, те молодые исполнители, наши солисты, которые поют за главные партии, для них это тоже новый опыт определенный, но справляются они с этим замечательно. Вы знаете, театр в таком вот формате, в котором он сейчас работает, он существует второй, заканчивает второй театральный сезон. И, конечно, в наших планах, перспективных наших планах, была постановка оперы «Евгений Онегин». И к этой опере мы шли все два года. И очень трудно она нам давалась, этот материал очень трудно давался, но выбор был сознательный, потому что такой спектакль, такая опера, как «Евгений Онегин» – это классика, и он просто обязан быть в репертуаре музыкального театра. Тем более, что замечательно ложится этот материал на нашу труппу, на наши голоса, и постановку эту осуществлял наш художественный руководитель, Александров Юрий Исакович, который по-особому посмотрел на пушкинский сюжет. И нам кажется, что спектакль случился, спектакль удался. По крайней мере, мы к этому относимся, к этому спектаклю с особым теплом. Вообще, на что делаете ставку в творчестве? Идете на такие какие-нибудь творческие эксперименты? Мы бы с большим удовольствием на творческие эксперименты готовы замахиваться, но, к сожалению, есть одна такая проблема, и мы далеко не все свои творческие планы можем реализовать сегодня. Вы знаете, что мы объявляли о том, что в этом сезоне состоится две больших балетных премьеры. Это должен был быть балет «Спящая красавица», и это должен был быть балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Огромная работа в театре была проведена, и мы, собственно, уже выносили творческие замыслы этих двух спектаклей, но, к сожалению, поставить в этом сезоне нам их не удалось. Ну, по причине недостаточного финансирования, конечно. Вот как раз-таки «Корсар» был поставлен по необходимости. «Корсар», да, это тот вариант компромиссный, скажем так, который был поставлен из тех условий, в которых мы сейчас существуем. То есть можно сказать, что дорогостоящие спектакли для театра не позволительная роскошь? Или так нельзя сказать? Ну, сегодня, к сожалению, да. Сегодня театр выживает. Сегодня театр выживает. Давайте немножечко поговорим о трупе музыкального театра. Она в этом году пополнилась. Вот расскажите об артистах. Я знаю, что есть представители из Японии, даже из Румынии танцоры. Да, балетная труппа в этом сезоне пополнилась тремя артистками из Японии. Это выпускница Вагановского училища с прекрасной школой Вагановского училища. И Ами Фудзикава вы уже имели удовольствие все наши зрители видеть на нашей сцене в сольных партиях практически всего репертуара. Конечно же, с нами остаются и замечательный Володя Варнава, который лауреат «Золотой маски», и номинант «Золотой маски» Алиму Хортикова, и Алексей Скуратов, Анатолий Скуратов, извините. И в конце сезона наша труппа пополнилась еще также артистами из Румынии. И артисты из Румынии, собственно, они, наверное, и явились таким толчком к тому, чтобы принять решение о постановке «Корсара». Потому что это тоже артисты, владеющие удивительной техникой, очень эмоциональные. И, собственно, тот сюжет завораживающий, который в «Корсаре» существует, они его играют с такими сильными эмоциями, что оставаться равнодушным просто невозможно. Ну, в принципе, работать им, наверное, интересно безумно всем вместе. Безусловно. Ну вот, Елена Геннадьевна, сезон заканчивается театральный. Вот чем нас порадует сезон следующий? Ну, раскройте какие-нибудь секреты. Какие предъявления будут? Мы хотим, чтобы... Что должно появиться в репертуаре театра, чем он должен наполниться. И хочется все-таки, чтобы по истечении вот первых нескольких лет существования театра основа репертуара была заложена. И чтобы эта основа была такая, которой можно было гордиться, чтобы эти спектакли были масштабными, чтобы они были яркими, красочными, красивыми и жили много-много лет в репертуаре. Ну тогда, Елена Геннадьевна, я вам желаю побольше творческих задумок, планов. Главное, чтобы они воплотились в жизнь. Спасибо. И побольше новых премьер. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Гость студии». Смотрите нас каждый вторник. До свидания.